Продажа алкоголя продолжается, несмотря на запрет. В России существует ряд законов, которые ограничивают продажу горячительных напитков временными рамками. А в республике и вовсе действует полное ограничение продажи алкоголя на территории нескольких населенных пунктов. Целые села отказываются и вводят в своих поселениях так называемый сухой закон. Но вместе с тем реализация и продажа алкоголя не прекращается круглые сутки. Социальные сети и магазины готовы в любой момент за повышенную цену продать любой напиток по заказу клиента. О темных продавцах и бутлегерах расскажет Розалия Борисова. От положенного расстояния нет и половины, хотя закон и запрещает продавать алкоголь ближе 160 метров от образовательных учреждений продавцам и хозяевам. Магазин это не мешало. Завернутые в газету бутылки водки доставались прямо из-под прилавка. В свободном доступе продавались и менее крепкие напитки, хотя правила четко регламентируют продажу горячительного. Сергей Сафронов главный специалист отдела лицензирования и контроля управления госалкогольконтроля. Школа средняя образовательная школа номер 3 до магазина Заложный по пешеходной зоне. Расстояние составило 69 метров при минимальной норме размере 160 метров. Пиво тоже является алкогольной продукцией, в связи с чем его продажа здесь не допускается. Этот магазин лишь один из многих, которые нарушают закон и продают спиртные напитки в неположенном месте и неположенное время. Только за этот год было выявлено больше 200 правонарушений. Среди них как продавцы, индивидуальные предприниматели, так и бутлигеры.